Я уже так о себе возомнил, что я чуть ли не равен Богу, чем ко мне, у меня Господь вселился. Меня вселиться может только без, если я захочу. Бог не вселся никогда в жизни. Во-первых, потому что Он абсолютная святость, а я греховный. Он никогда ко мне в душу не войдет. Первое. Второе. Господь никогда никому никакого насилия не совершает. Ни в душу, ни в ум, ни в сердце. Он не входит никогда в жизни, не войдет. И это он делает, потому что Он абсолютно свободен и нас создает по опыту, и по нему своему. И Он наш ум не нарушает, не входит в нас. И в третьих, я не достоин, чтобы не входиться. Но, когда нас держится у меня Бог в душе, все. То есть это страшный грех. А мы говорим, о, я верующий, у меня Бог в душе. Без души, да, может быть, не спорю. Бог никогда. Это просто исключено. Я думаю, просто быть не может. Но, однако, мы это возгордились, возомнили. И, кричим, Русь святая, да, мы все в абортах, да, мы все в любодействии, да, мы все в пьянстве, да, мы все в куре. У нас все в гордыне, строптивость, настырность, наглость, самоуверенность. Так, я не говорю, там, про наркоманию, проституцию и прочие грехи. Я говорю, что Русь святая, за какие-то эти заслутки. Она как была, да, не спорю, была, была. Была святость наших предков. Болуводная жизнь наших предков. Тому и Божья Матерь помогала в неравных битвах с врагами. А сейчас мы от Бога далеко отошли, от кричати. Русь греховная, будет правильно сказано. И будет элемент покаяния. Не, а мы как евреи, Бого избранные. Грехов полно, нет, Бого избранные. Так и мы, святая. За каких такие заслутки? Это первое. Второе. Второе. А мы сейчас тоже в рабстве находимся. Как тогда, приманула татары, были в рабстве 40 лет. Так и сейчас, но в рабстве. Я не буду говорить, в каком. Мы все видим в рабстве даже. Даже в рабстве в страстях. Там же, там, в яхтах, там, в блуду, пролюбодейству, разводам, гордыням и прочим. Тоже в рабстве находимся. Но почему-то никто из нас не молится, чтобы Господь избавил каждого из нас и наше отечество от этого рабства. Значит, нам эта рабство нравится. А это самое страшное. То есть, рабство греха нам нравится. Естественно, нас, Господь, никогда за это не помилует, никогда не простит. При условии, сколько будет очень глубокое, искреннее покаяние. Не всенародное, как там, где только есть, там, каяться все хором, там, маслом, покаясь, покаясь, покаясь. Когда каждый не покается. И каждый не на чём исправится. Тогда Господь примет. Не эти там всенародные там все. О, Господи, прости нас. Так? А когда каждый, потому что общество, народ, кстати, из каждого отдельного человека. Нужно покаяние каждого отдельного человека. А покаяние не только простит. А это перемена жизни. С греховной на праведную. С непутёвой на святую жизнь. Тогда Бог нас простит и помилует. А до того, ничего не будет. Поэтому мы находимся в рабстве. И мало того нам нравится. Вылезать не хотим. И естественно, нам помогать не будем. И давайте посмотрим, например, наших предков. Они вылезали. Да, были сучка грехи, их одолевали. В разные гереси приходили. Допустим, в Дрели Руси. Одна очень мощная гереса, просто по всей Европе, христианской, от Португалии до Греции, до Византии. И Россию тоже входило, и Болгарию, и все страны Запада. Первая ересь жидовствующих, вторая ересь трегольник. Хотя, в принципе, это одна и та же ересь, только одна волна прошла. В каждом народе завершен посту. Где? Катары, альбигойцы, гусины, табориты в Чехии. Это все одна и та же ересь, ересь жидовствующих. В Друси назвали право, жидовствующих. Так, она одной волной прошла, вторая волна уже завершена трегольник. А суть одна и та же, по сути, в этой ересь. Было дело. И те, кто вляпались в эту ересь, покаялись, и Бог простил, и все вернулось. Мы сейчас в каких-то в ересях не были. Ересь атеизма были. И в оккультизме были. Все из нас и сейчас находимся. Все верят, порчат, проклятия, взглазят, суеверия. Гороскопы читают. Ересь атеизма. Психологам стали ходить. А это уже ересь сатанизма. Нравится, не нравится, так оно и есть. Я, кажется, просто пробку не говорю, что это психология. Так? Это грех сатаны. Потому что только дьявол вторгается в наше сознание. Бог не вторгается. Поэтому любой психолог творит дело бесоугодное, вторгаясь в чужое сознание. Так? А мы ходим. Мы школу даже уже изучаем. Мы усами в другой раз этим увлекаемся. Значит, вляпались, есть сатанизм, вляпались. Можно даже психологию более куртую. Но, однако, так иначе, есть бесовство. Ересь потребительства, как общество потребления, тоже есть. То есть, это, одно дело, атеизм, когда человек, материализм, я вот не верю, что Бог есть, и все. И им легче. Потому что они искренне поверят. А когда человек, да, я знаю, что Бог есть, но я хочу жить под законам общественного потребления. То есть, да, Бог есть, да, он в это нельзя, это нехорошо, но я делаю так, как мне хочется, так, как нынешняя мода не будет, как нынешняя идеология не будет. Буду потреблять, потреблять и потреблять. На все остальное мне наплевать, главное, чтобы мне было хорошо. Это еще хуже, чем атеизм. Одно дело, когда люди искренне верят, что Бога нет, и поэтому глупости делают, это одно. А когда знают, что Бог есть, а живут не по воле Божьей, а живут против Бога, это еще страшнее. Много елисей, так? Мы сейчас во многих елисях находимся. Не буду все перечисать, не буду говорить про секты и все остальное. Про то, что у нас в аскультизации сознания происходит. Мы очень часто Бога с дьяволом смешиваем. В церковь ходим, проезжаешь, а через порог боишься поздороваться, на себе не показывай. По дереву постучи. Ну, есть хорошие. По дереву, да, по дереву. Столк, буква, а, любая, все-таки не проходи. Интересно, что может от толпа? Вот что от него может быть? А, нет, может зимой тропинку, да сполква на пол, раз, вот так вот обошли. Вот смеемся, а сами ходим. Потому что если бы одни ходили прямо, другие, вот так, ну было бы видно, и так, и так. Нет, все будут вот так. Причем в толпа, возле церкви стоит. Это наш путь в храм. И из храма. Так кого больше верим, Богу или дьяволу, или стал Богу? Вот наша вера с вами. Естественно, мы с вами отказываемся от Бога, от Божьей помощи и от амахора в Госдой Благородице. И естественно, мы все теряем и отказываемся, ничего у нас не будет хорошего. И давайте посмотрим на ныне чтимых мучеников Адриана и Наталью. Адриан занимал некий высокий пост, и за то, что он был христианин, его предупредили сначала, что будешь, пойдешь на мучение, будешь пытка, предан. Так что думай, меняй свое убеждение, переходи в нашу веру, в языческую. И что, Адриан? Ни за что, никогда. Мы бы дали время. Иди с женой поговорим. И жена тоже, что надо посрятать за Господа. И кончилось тем, что он посрятал, потом и она посрятал. В муках. За Христа. А мы страдали, боимся. Мне очень даже приходится слышать, сейчас вот уезжать куда-то там, к выславу по стране, я приму и славу, потому что там христианам тяжело жить. Это как? А вот приходится не в столкнуться. Дальше. Такой момент. То люди для Бога не боятся погибнуть. Или послужить для Бога не боятся. А мы для Бога боимся послужить. Просто в храм прийти лишний раз, нам тяжело. Детей своих мы приводим. Когда? Чтобы попозже прийти, для того, чтобы пораньше уйти. Причасть. Так, заходу раз, причасть, и урон. И побежали. То есть, это что? Тоже бояль. Давайте позвоним опять. Те же мать Софии, дочери Веры, она не ждут. Она такая же мать, как и все. И тоже было жалко своих детей. Но ради Христа они пошли все на жертву. А мы ради Христа в храм не хотим прийти. Полчаса лишних постоять не хотим. Получше, не дай Бог, мой ребенок полчаса. Да он что? Да он усмедет, он больной, он устоит. Ему тяжело. От нас зависит, как мы будем воспринимать. Другой пример. Всегда говорю, еще раз повторюсь. Сыночек своих, недорослей, в армию не хотим пускать. Чтоб для Родины послужили. Ох, как боимся. Не дай Бог, если мужчину сделают. Пускай лучше девочка будет. Такое, ни рыбы, ни мяса так, не пойми чего. Пускай. А то мой. А не дай Бог, там дедушки подбьют его. Ну и правильно, и хорошо, пусть бьют. Сами не бьют, пускай дедушки в армию подбьют. Старики. Или сами бейте, человека сделки из него. А он там будет нормальный парень, нормальный солдат. Конечно, мы тут недобили, так недовоспитали. Систему воспитания. Конечно, он будет такой, пальцы веером. Конечно, вы там быстренько. Но вина там вообще наша. А мы не, не дай Бог моего ребеночка, там, против шефки, по голове. Ох, чугули. То есть, даже не хотим, чтобы народу, государству послуживали, и то не хотим. А уж Богу, тем более. На что мы рассчитываем? И каждый думает, что мы перечислили по своему спасению. Хотя мы не справляемся, что-то и сильно хотим. А история нам показывает, что вот, народ жил по воле Божьей, и Бог спасал. Народ жил по воле Божьей, и Божья Матерь всегда защищала. Даже от тех врагов, каких победить невозможно. А мы сейчас, не дай Бог, трудности, случились чуть-чуть, сразу, что у нас? Уныние, отчаяние, тоска, депрессия. И не скажешь, что самое? Ну, тем уныние, все. Во-первых, мы сами должны бороться. Во-вторых, кто будет сам, то мы и Господь помогаем. Если человек упал в уныние, значит, он бороться не хочет. Начнем столько гордыни, что он просто с этой жизнью не хочет ланить, не хочет находить никаких решений, напрягаться не хочет. Он считает, что может быть, таблюдечки поднесли. Если Бог не поднес таблюдечки, значит, уже робот на судьбу. А еще больно на Бога. Вот так, опять наша вера. Поэтому праздник сегодняшний, и как мучеников Адриан и Натальи, должен нам неким стимулом быть, неким укорением нашей совести. И праздник иконы Божьей Матери Владимирской тоже, тоже показать. На что может вера наша, если мы захотим? И что Божья Матерь с нами, если мы этого захотим? Если мы не будем отъема, отъема своими грехами. Аминь. Продолжение следует...